так ну что ж добрый день давненько уже не записывали уроков и сегодня мы запишем небольшой такой урок по рисованию фона для хардкорной игры сама по себе игра является довольно хардкорной и пройти ее в принципе довольно сложно но вполне реально правда над ее балансом еще придется поработать возможно даже не один день но по граффитической части уже практически все отрисовано кроме заднего фона а без него двигаться дальше как-то ну не удобно потому что ну должна быть гармония всех элементов в игре и чтобы сделать ее довольно таки гармоничной и приятной нужно сначала нарисовать фон а потом уже под него выбирать и контраст и цвет и все остальное для а уже игровых объектов как видите у меня тут game maker studio и куча всяких проектов скорее всего даже не проектов а недоделок а известно еще многим со времен хэлрумовского джема второго пират квест который сейчас все еще с недоделанным инвентарем так как в принципе до него руки у меня еще почти не доходит различные там примеры ну и в общем то такие всякие секретные проектики которые возможно я когда-нибудь доделаю может даже в этом году и как в этом году времени у меня будет ого-го так да да это фалкоплет специально для фалка но пока что не будем его открывать так как это фалка поэтому открываем project 2 который очень даже своего имени толком нету и давайте для начала посмотрим что вообще у нас за игра что она из себя представляет пока что здесь всего одна комната такой вот большой чудик которого если я взял с какого-то примера у меня просто подошел по контексту правда его надо маленько уменьшить это является даже скорее одно из один из элементов балансировки и так чё же у нас это за игра чем на себя представляет объект как видите так стоп объектов немало спрайтов поменьше конечно пока что объектов немало потому что на каждый тип объекта я сделал точнее на каждый тип опасности для игрока я сделал свой объект там некоторые даже на левую правую сторону а некоторые специально под разные уровни точнее даже сказать вот волны они сделаны тоже отдельными объектами ну мне так в принципе удобнее уже там какие-то матерые программисты скажет что это неправильно так делать не надо им виднее я все-таки не программист я по большей части все-таки рисую графику поэтому делаем как умеем главное чтобы работало окей нажимаем компиляции давайте посмотрим чего нас тут вообще есть здесь мы видим довольно грубые цифры таймеры всякую фигню такой вот мелкий пипюк который бегает и прыгает и да он отталкивается от стен управление довольно простое на стрелочке а цифра 5 означает количество жизни у игрока вот при тестировании когда я доходил до последнего уровня у меня было примерно минус 100 жизни правда в последнее время доходил уже до минус 80 прогресс вот а 0 это количество точнее это текущий уровень который мы сейчас проходим так сейчас рестартную комнату и давайте начнем пожалуй с нулевого уровня у нас тут посередине будут появляются надписи поэтому скорее всего посередине сделаю какой-нибудь экранчик и в принципе вся важная информация по ходу игры будет а выноситься именно здесь кстати мелким персонажам здесь играть довольно просто возможно придется сделать чуть побольше как могут подумать некоторые сейчас но когда будет пятый уровень хотя бы а вы поймете что маленький персонаж все таки здесь лучше так как-то сильно мигает анимация и как видим он выносит важную информацию для игрока какие здесь есть опасности точнее какие новые элементы вводятся и здесь мы видим а такие напольные иглы которые срабатывают буквально через буквально через секунду если они появляются у нас под ногами и через секунду они появляются так пока что все довольно таки просто но у меня уже минус одна жизнь все таки сложно а играть говорить и думать что говорить одновременно но пока вот так сейчас у нас с опасностью бомбочки и ай они же еще остались и помимо ящиков здесь падают еще бомбы и чем они в принципе отличаются от этих ящиков они создают объект взрыва который бьет на более дальнее расстояние чем ящик то есть ящик он упал и все от бомбы все таки какой-то радиус он создает еще урон так что от бомб пока лучше держаться подальше сейчас уже довольно таки ну не просто если не теряя жизни сейчас я просто от балды прыгаю туда-сюда так почти на каждом уровне есть хардкорный режим то есть первая часть уровня идет довольно таки расслабленно скажем так а затем последние там 10-15 секунд бывает чуть дольше идет прям полный хардкор например как здесь для первого уровня это еще не слишком ли хардкор на пока еще не знаю но в принципе генератора я сделал таким что его можно регулировать спокойно и сейчас у нас новый элемент это новая бомба но она с задержкой то есть она будет взрываться у нас не сразу как видите она какое-то время лежит на земле лишь потом взрывается это в принципе довольно таки просто обойти по сравнению с обычной бомбой вот так главное не забыть где какая первей взорвется а вот и пошел первый хардкорчик если нас падают и такие бомбы и такие я вообще думаю их надо все таки как-то визуально отделить чтобы они отличались друг от друга потому что сейчас довольно сложно понять пока они не упали ну кто знает может так даже лучше так опять сильно мигает анимация надо будет поправить сейчас у нас будет лазер и что-то я тут походу намудрил потому что их как-то слишком много как видим это обычные лазерные турельки они приезжают стреляют и убегают мне тем временем уже минус 20 всего лишь третий уровень всего уровней около десяти даже по мне около ровно десять вообще я планировал этот проект сделать буквально недели за две но потом появились заказы и как-то было уже не до проекта так помпадают по нашим координатам поэтому надо знать как от них уворачиваться с первого раза короче игру пройти нереально это я сразу говорю такая вот крутяшечка сейчас у нас будет опа уже по хардкорнее пошло вот тут уже могут пригодиться прыжки от стен а ей в принципе такие уровни еще более-менее простые но тоже как-то нужно все равно будет все балансировать поэтому буду выкладывать все все-таки на форум и пусть тестирует ай-яй-яй пока что некоторые хардкорки а довольно однообразные по своему наполнению это я уже под конец создания генератора уже подумал совмещать некоторые элементы делать их там один элемент например идет пять десять секунд там какое-то ограниченное количество бомб падает ох не успел прыгнуть пока что не сложно вообще конечно хардкорности она не сравнится с супер минбой с мясным пацаном но его хотя бы было реально пройти ай-яй ай-яй-яй ай-яй-яй-яй-яй сейчас уже пошло напряжение уже более приходится сосредотачиваться на игре седьмой уровень а у меня еще всего лишь минус тридцать пять обычно доходит до сотки как видим они также падают по нашим координатам если мы остановимся они будут падать четко на нас поэтому здесь главное выждать момент да я пожалуй немножко расскажу про прохождение потому что игра действительно непростая и помимо ловкости рук здесь нужно хотя бы примерно понимать как работают эти алгоритмы чтобы от них уворачиваться только сейчас заметил что бомбы почему-то падают не совсем на пол хотя может это только на этом уровне тем не менее прошло уже 7 минут игры поэтому в этой части видео скорее всего не прессуем ах да я забыл что этот уровень проходится вот так да да вот так вот монотонно мы нажимаем кнопку вверх держим ритм пока что я не придумал ничего интереснее но все таки это не так уж и просто ритм иногда сбивается особенно когда на тебя падают бомбы ай-яй-яй как же их много в принципе правило игр такое что если даже разработчику очень сложно пройти игру то и простым смертным ее тоже будет пройти довольно непросто поэтому нужно будет либо уменьшать скорость объектов либо их количество кстати по идее уже должен быть 8 по моему 7 был два раза ну да ладно но до конца игры я доходить не буду оставим спойлеры на потом а так вот издевательски вальяжно она скатится и не просто так я вообще хотел сделать эту игру такой чтобы она была не столько хардкорной а сколько в принципе на логику то есть как я уже говорил здесь просто надо догадаться как работают те или иные алгоритмы и уметь подбирать нужный момент ну и конечно когда на тебя падают бомбы ты должен успеть вернуться вот так 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 оп 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 ай минус 72 жизни восьмой уровень ай ай и мы дошли уже до девятого на девятом должен быть по идее полный хардскор и походу я не ошибся нас опять посадили в лазерную клетку какая-то лишняя турель не знаю почему она здесь оказывается еще и лазеры ходят по полу ну да ладно а все таки это даже еще и не бета и не альфа и не демо но сама концепция игры я думаю уже понятно собственно цель этого проекта была даже я не знаю как бы это сказать помягче покормить фалка покормить себя да и просто попробовать сделать какую-нибудь прикольную хардкорную игрушку чтобы скажем так убить время и вот мы дошли до девятого уровня и на этом пожалуй я останавливаю видео так ага это уже девятый уровень и здесь вообще жестко вспоминаем былой опыт всего лишь минус девяносто семь девяносто восемь ладно сейчас дойдем до сотки это будет недолго все сотка все хорош так выключаем этот ад пио пио лол думаю теперь вы поняли для чего мы будем рисовать графику я сейчас быстренько пробегусь по уже готовым спрайтам это у нас бонусная турель сейчас я попробую увеличить как видите она не совсем пиксель артная просто у нее маленькое разрешение здесь в принципе все просто здесь были обычные а впрочем я это потом покажу так и вот бонусная турелька у нас турелька которая избавляется от ящиков то есть это она у нас едет с ящиком это она у нас едет без ящика в принципе логично ну и конечно же лазер это у нас свет от лазера потому что язер довольно яркий лазер довольно яркий все таки это целенаправленный пучок света а свет как известно светит спасибо кап и вроде на этом у стурели у нас все была еще идея создать вот такую вот пушку и вместо ящиков стрелять например какими-то снарядами но кто знает просто из ящиков может выпадать что-нибудь в виде бонуса или просто упасть вам на голову ну ладно смотрим вторую часть спасибо спасибо Продолжение следует...